Мне кажется, что Герман Иванович ключевой вопрос поставил абсолютно точно. Ситуация изменилась. Изменилась более чем радикально. Помимо всего анализа темпов роста ВВП, для меня даже более важно другое. Как Владимир Иванович сказал, для меня вот что важно. Примерно лет 10 Россия приближалась к передовым странам мира по уровню жизни. В последние 2-3 года Россия отдаляется. Это означает, что если мы сохраним такую динамику дальше, мы будем все больше, больше, больше и больше отставать от развитого мира. Это, в моем понимании, катастрофический тренд, который мы обязаны переломить любыми способами. Это означает, что не реагировать на него нельзя. Это означает, что нам нужны достаточно серьезные изменения в экономической политике с моей точки зрения. Если совсем кратко, в чем они могут состоять, а в чем они не должны состоять? Давайте для простоты разделим экономическую политику на две части. Если Герман Иванович не будет ругаться за термины, одна часть, половинка – это макроэкономика, бюджет, финансы, инфляция, а другая часть – это институты. В первой части, как мне кажется, нужен существенно обновленный подход к текущей ситуации. Кудрин 10 лет накапливал резервы. Много раз за это обруган, проклят, раскритикован, а не накопленный. Мы их копили для чего? Я знаю, что ответ на этот вопрос не очень прост. Я знаю, что даже среди моих единомышленников на этот счет существуют прямо противоположные ответы. Но я считаю, что это серьезный вопрос, ответ на который нужно серьезно прорабатывать и продумывать в этой принципиально новой ситуации, в которой мы все оказались. Таким образом, в моем понимании, в макроэкономике нужны изменения, содержание которых нужно очень тщательно продумать и взвешивать. Но я настаиваю на том, что изменения, с моей точки зрения, естественно, в этой сфере необходимы. Правда, в этой же сфере есть вещи, которые, как мне кажется, находятся за пределами разума. Когда я считаю предложения о прекращении экспорта золота, о продаже облигаций стран НАТО, о переводе счетов в долларах из стран НАТО в нейтральные, о возвращении всех принадлежащих государству ценностей драгметаллов и так далее в Россию. Ну, эти предложения, как мне кажется, из серии «Назлой бабушке отморожу уши». Бабушка, конечно, достроится, но как-то все-таки мне уши жалко. Мне кажется, что даже в изменении макроэкономических параметров не надо пытаться самим себе навредить. У нас и так достаточно тех, кто нам хочет навредить. А теперь вторая половина – институты. Что здесь можно делать и чего здесь нельзя делать? Ну, совершенно ясно, что у нас для любого бизнеса сегодня, и для государственного, и для частного, существенно осложнилась среда. Сущая для любого. Вот, Владимир Иванович, думаю, согласится. Я могу по Роснану сказать, хотя мы представляем государственные компании, любая частная компания согласится с этим. Что это означает? Это означает, что мы должны своими институциональными мерами стараться помочь бизнесу. Или уж, по крайней мере, не мешать ему дополнительно. Вот Сергей Иванович изложил целую программу действий, в общем, осмысленную, сердцевиной которой, или началом которой, как он сам сказал, является усиление государственного контроля. За частными компаниями, за государственными компаниями. Усиление государственного контроля, которое, как мы понимаем, трезво стоя на земле, означает дополнительные контрольные органы, дополнительные полномочия, увеличение количества проверок. Надо продолжать. Я категорически против. Считаю, что это самоубийственная мера на этом и дать. Считаю, что если мы хотим навредить России, ровно это мы и должны делать. Ничего более вредного, чем усиление контроля сейчас. Мы понимаем, что такое в России усиление контроля. Кому-то надо объяснить из присутствующих, сколько стоит усиление контроля для бизнеса? Нет, не надо? Спасибо. Значит, проехали. Эта тема, мне кажется, находится за пределами содержательных дискуссий. Вместе с тем у Сергеевича есть совершенно здравое предложение. Со многими я совершенно согласен. Самое ценное из его предложений – это поддержка нанотехнологии. Вот здесь я считаю абсолютно прав в глазе, полностью согласен. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok